Всем привет, с вами Папа Ильича. Поздравьте меня, я наконец-то доделал последние фасады для своей кухни и в этом видео покажу, как я сделал большие дверцы для кухонных шкафчиков без использования специальных фрез, которые, кстати, стоят недешево. Поскольку эти фасады довольно больших размеров, их изготовление требует применения соответствующего уровня инструментов и хорошего навыка использования этого инструмента. То есть задача не для начинающих, как в принципе изготовление любых других фасадов, которые я уже показывал в прошлых видео. Попутно покажу еще один эффективный способ выравнивания досок без использования фуганкой и без использования ресурсов, только при помощи фрезера. Также покажу, как я склеил мебельные щиты двух типов и как выглядит в итоге кухня, сделанная целиком из массива, своими руками. Еще, наконец, расскажу, сколько денег и времени у меня ушло на данный момент на изготовление этой кухни. А также отвечу на вопрос, волнующий многих зрителей. Это же сколько надо потратить на инструмент. Посчитаем на примере того, сколько ушло на инструмент у меня. Я буду делать фасады из доски ясеня, поэтому начинаю с выравнивания досок и подготовки заготовок для фасадов. Это мой самодельный станок с направляющими для рейсмусования. Сделан он из цилиндрических направляющих SBR-16, закрепленных на станочном алюминиевом профиле 60х30. Для поперечной направляющей использован профиль 120х30. На продольной направляющей поставил подшипники SBR-16, на поперечной поставил TBR-16. Также организовал стружкоотсос, который подключен к циклону и пылесосу. Для улучшения всасывания стружки, закрыл отверстие штатного стружкоотсоса фрезера малярным скотчем, чтобы убрать лишний подсос воздуха. Фрезер устанавливается на специальную каретку с подшипниками, сделанную из листовой дюрали 5 мм. И станочного профиля 150х30. Крепится фрезер штатными винтами. Подробнее конструкцию стола разберу в отдельном видео, которое выйдет чуть позже. Чтобы стружка не разлеталась, сделал такое приспособление из фанерки и кожзама, вырезанного из старой сумки жены. Крепится оно винтами в штатное отверстие в подошве фрезера. Каретка вешается на поперечные направляющие. Из торца направляющей ставится винт с шайбой, чтобы она случайно не слетела. Провод фрезера фиксируется с обратной стороны профиля, чтобы не мешался. А шланг стружкоотсоса, взятый от старого пылесоса, подключается к штатному стружкоотсосу фрезера. Крепится он к левой стойке поперечной направляющей. Таким образом получается удобно перемещать фрезер по всему столу размером 140х90 см. Доски выкладываем на стол, оставляя небольшое расстояние между ними. После чего подкладываем щепочки под заготовки так, чтобы они не качались и приклеиваем их к столу термоклеем. Чтобы выставить фрезу на нужную глубину съема, нужно опустить фрезу до касания заготовки. Потом регулировочным винтом выставить нулевую точку и вращая винт настроить нужную величину съема. После этого можно приступать к рейсмусованию. Лучше всего использовать специальную фрезу большого диаметра для рейсмусования. Ссылку на эту фрезу оставлю в описании. Как видите, перемещать фрезер на таком станке без труда можно одной рукой. На выравнивание такого количества досок по одной стороне после некоторой тренировки получается минут за 40 примерно, включая крепление досок к столу и их снятие. Это быстрее, чем при выравнивании на рейсмусе, как я показывал в первом видео про фасады. При этом стружка почти полностью всасывается стружкоотсосом и за один проход лучше снимать не более 3 мм. Мне подсказали классный способ удаления термоклея при помощи обезжиривателя на основе ацетона. Клей отходит легко, а обезжириватель быстро высыхает. Спасибо пользователю мой Андрей84. Вот такая поверхность получается после фрезеровки. После формирования базы можно перевернуть доски и рейсмусовать до нужного размера. Но, поскольку у меня есть рейсмус, я продолжил обработку на нем, так как это быстрее и шлифовки потом будет меньше требоваться. Правда, стружки после рейсмуса куча по всей мастерской разлетаются, приходится звать помощников для уборки. Смотри, папа! Смотри, папа, я убираю! Какой ты молодец! Чтобы было не грязно! Для выравнивания заготовок по высоте воспользуюсь фрезерным столом. Прикреплю длинную направляющую к параллельному упору. У меня это станочный профиль, который остался от станка. Подойдет и простая прямоугольная труба, алюминиевая. Чем длиннее будет направляющая, тем длиннее заготовки можно будет выравнивать. Заготовку упираем в направляющую, чтобы она не качалась и осторожно фрезеруем во встречном направлении. Снимаем за раз не больше 3 мм и постепенно перемещая упор, доводим до нужного размера. Такой способ не очень быстрый и требует навыка, но в отличие от рейсмуса не остается гарантированно никакой ступеньки и также можно обрабатывать заготовки большой ширины. В моем случае это заготовки для склейки щитов. Также для склейки щита в виде реек я делаю пазы по краям заготовок шириной 5 мм и снимаю фаски. Далее приступаю к склейке щитов. Зажимать буду трубными струбцинами, накрученными на обычную стальную трубу с резьбой, купленную в Леруа. Это мой первый опыт склейки, но все получилось хорошо, да и процесс оказался несложным. Доски я намеренно сделал широкими, чтобы была красота, хотя с технологической точки зрения это неправильно. Ширину ламели лучше брать не больше трех толщин заготовок, иначе щит будет сильно вести. Но у меня щит встает в рамку, поэтому рамка будет держать форму. Забегая вперед, скажу, что итоговая геометрия фасадов получилась почти идеальной, с отклонением максимальным от плоскости не более полумиллиметра. Клею на обычный столярный клей ПВА. Мажу густо только с одной стороны, хотя для твердых пород рекомендуют мазать обе стороны. Но по итогам краш-теста склеенных обрезков, испытываемые образцы ломались по дереву, а не по шву. Так что все норм с прочностью. Струбцины ставим с обеих сторон, чтобы щит не выгнуло при склейке, и поочередно подтягиваем их. Щит другого типа клею вставляю в пазы речки толщиной 5 мм, чтобы ламели встали ровно относительно друг друга. Сначала я вклеивал рейку в пазы, и уже после этого склеивал ламели между собой. Спустя примерно час щит можно снимать со струбцин. Щиты получились на мой вкус, ну просто загляденье, хотя их ты выгнула потом немного. Капли клея удаляем стамеской, чтобы не мешали дальнейшей обработке, и напиливаем щиты в размер. Размер щита лучше сделать на пару миллиметров меньше, чем размер по внутренним поверхностям пазов будущей рамки. Тут очень важно соблюсти прямоугольность, что достаточно геморройно в условиях домашней мастерской и без погружной пилы. Щиты нужно откалибровать по толщине. Делал я это на том же самодельном станке. Выравнивал двумя способами. Попробовал не выпрямлять щиты и подложил щепочки, приклеив термоклеем, как в случае с досками. И прижал щит к столу, приклеив термоклеем по всему периметру. Второй способ оказался быстрее, и мне он гораздо больше понравился. На выравнивание и калибровку щита 120 на 50 сантиметров ушло около 30 минут. Съем 1 миллиметра занимал при этом 4,5 минуты на станке. При этом получилось уложиться в допуск 0,1 миллиметра по толщине. Считаю это достаточно хорошим результатом, и станком очень доволен, хотя он еще требует доработки. И кстати, при такой обработке получается гарантированно избежать вырывов и сколов на поверхности, которые остаются порой после рейсмуса. Все заготовки для рамок фасадов нужно точно отпилить в размер. Также лучше сразу же пометить базовую поверхность заготовок, чтобы потом не запутаться. За базу лучше брать обратную сторону фасада и обращенный к филенке край. После чего можно переходить к фрезеровке заготовок. Сначала фрезеруем паз под филенки. В этот раз я решил воспользоваться дисковой фрезой. Сначала фрезу выставляем по нижней границе фазы и фрезеруем все детали. Затем фрезу поднимаем так, чтобы итоговый паз получился шириной 8 миллиметров. После этого на вертикальных деталях рамки фрезеруем с торца шип со стороны базовой поверхности. В идеале граница шипа должна совпадать с границей паза. С тем же вылетом фрезы делаем четверть с обратной стороны филенок. Глубину фрезерования делаем на миллиметр меньше, так как должен остаться зазор между шипом филенки и внутренней поверхностью паза. Так будет легче потом собирать. Потом фрезеруем верхнюю часть шипа вертикальных деталей рамки. Шип должен входить в паз довольно плотно, но без большого усилия, иначе будет тяжело собирать фасад. Для придания деталям завершенного вида снимаем фаски на деталях рамки колевочной фрезой с подшипником. На вертикальных деталях со стороны шипа снимаем фаски конической фрезой, так как фрезой с подшипником туда не подлезть. На филенках я решил сделать маленький теневой паз с лицевой стороны. Для его фрезеровки воспользовался фрезой для рейсмусования, так как она уже имеет фаску. На филенках в виде реек я выбрал четверть по периметру и снял фаску при помощи кромочного фрезера с наклонной базы. Выставил направляющую на нужном расстоянии от края четверти и, упирая в нее фрезер, прошел прямой фрезой с наклоном 45 градусов. Такой способ оказался очень удобным. Ставь лайк, если нравится, как выглядят получившиеся филенки. Чтобы сделать косую кромку на вертикальных деталях, пришлось изготовить специальную каретку. Для этого в мебельном щеке профрезеровал опорную поверхность под углом 8 градусов и паз для опорной стенки тоже под 8 градусов. Чтобы сделать ребра жесткости, напилил квадратики из фанеры. Повернул торцовку на 8 градусов и попилил эти квадратики пополам. В каждом из ребер просверлил отверстие под косой шуруп. Полосу из фанеры 12 мм вставляю в паз основания и креплю ребра жесткости, поджимая их к фанере. В фанере сверлю отверстия под саморезы и зинкую их. Сверлом 2 мм делаю отверстия в ребрах, чтобы их не расколовывало саморезами и прикручиваю фанеру. Конструкция получилась достаточно жесткой и ровной. Поскольку деталей много, я решил прижимать заготовки при помощи рычажных зажимов. Это самый удобный, быстрый и надежный способ фиксации заготовки. Сначала снимаю большую часть припуска черновой спиральной фрезой. Это нужно, чтобы избежать сколов и вырывов на поверхности. Далее прямой фрезой снимаю оставшийся миллиметр припуска. Детали готовы, можно шлифовать. Поверхность щитов после рейсмусования имеет вот такой вид. Поэтому первым делом надо сошлифовать все эти риски от фрезы. Лучше всего начинать с 60 или 80 зерна. Для контроля качества шлифовки важно пользоваться ярким источником света, иначе легко будет пропустить дефекты. Потом планомерно шлифуем 100, 120, 150 и 180 зерном, чтобы гарантированно получить гладкую поверхность без барашков. Заготовки покрываю цветным маслом два слоя. Первый слой наносить дольше и сложнее, так как нужно заполнить все поры маслом. Распределяю масло шпателем и растираю падом с микрофиброй. Даем первому слою полимеризоваться в течение суток. Перед вторым слоем нужно убрать поднявшийся ворс. Лучше всего делать это абразивной губкой с зерном 180. Второй слой наносится уже гораздо легче и приятнее. Для получения этого цвета я смешал цветные масла Osmo Decor Wax в следующих пропорциях. Добиться нужного оттенка получилось 12-й попытки, но результат стоит стараний. Этот цвет прекрасен. Процесс склейки комментировать не буду, и так все видно. Скажу только, что я решил филенки тоже посадить на клей для большей диагональной жесткости. Хотя вообще так делать не рекомендуют. Но первые фасады, которые я так сделал, уже больше полугода успешно стоят, эксплуатируются и ничего им не стало. Так что такой способ, видимо, тоже вполне годный. Хочу отметить, что я предпочитаю сначала сделать все детали, покрасить их, а уже потом склеивать. Так гораздо легче получить равномерный цвет, да и процесс покраски становится гораздо проще. Но при этом вам нужно очень точно изготовить все детали, а также бережно их перемещать и хранить до момента склейки. Согласитесь, очень обидно запороть уже полностью готовую деталь. А как вы предпочитаете делать? Пишите в комментариях, интересно узнать. А сейчас глянем на получившуюся кухню. Кухня имеет длину 4,5 метра, плюс остров с барной стойкой длиной 2 метра. Основная часть кухни высотой под потолок. Общая высота почти 2,7 метра. Корпус кухни сделан из мебельного щита хвойных пород. Стеклянные дверцы складываются гармошкой. Справа будет встроенный холодильник, а слева шкаф для одежды. Ящики тоже из массива. Столешницы еще нет, раковина временная. На острове фасады делал из мебельного щита хвойных пород. Задняя стенка острова снимается. Кстати, я пожалел, что сделал столешницу на остров из массива. Уделали ее за месяц, хотя я покрывал ее маслом, согласно рекомендации производителя. Придется переделывать. А здесь будет стоять посудомойка. Как думаете, сколько бы могло стоить такую кухню сделать на заказ? Пишите свое мнение в комментариях. Я вот подсчитал, сколько у меня чего ушло, округлил большую сторону и получил следующие суммы расходов. В итоге на материалы, это доски, мебельные щиты, поганаш, масло, стекла, ушло порядка 95 тысяч рублей. Это цены еще середины 2020 года. На фурнитуру ушло порядка 45 тысяч. Причем 23 из них, это подъемники на стеклянные фасады. Направляющие ящиков я брал итальянские, не очень дорогие. А ручки вообще нашел за 90 рублей на Сима Ленде. На различные расходные материалы ушло порядка 15 тысяч. Итого, без учета инструмента, получается примерно 155 тысяч рублей. Еще, правда, предстоит сделать столешницу на кухню и переделать столешницу на острове. Но, по-моему, все равно получается достаточно экономно. Зимой 2020 года мне за такую кухню из ЛДСП с фасадами МДФ в пленке насчитали 550 тысяч рублей. Поэтому, даже если бы я всю фурнитуру заменил на блюн, все равно вышло быть, по-моему, дешевле. Что касается оттуда затрат, то начал делать эту кухню я еще в мае прошлого года. Сейчас май этого года, соответственно, примерно год ушел. При этом чистого рабочего времени ушло около 600 часов. Ну, там дополнительно уходило время на всякие приспособления, станки, другие проекты, другие дела. Но это целый год. И, наконец, ваш любимый вопрос. Это же сколько инструмента надо купить, чтобы себе сделать фасады. Посчитаем без учета того инструмента, что у меня уже был. Это шуруповер, шлифмашинка, всякие мелкие приспособления. Вот все остальное я посчитал, у меня вышло примерно 160 тысяч рублей. И весь этот инструмент я покупал по мере необходимости постепенно в течение года. Поэтому, даже если мы учитываем инструмент, у нас получается кухня за 315 тысяч рублей. По-моему, вполне достойно. При этом инструмент у меня остался, и я планирую сделать еще много интересных проектов, поэтому рекомендую вам подписаться и включить уведомления, чтобы их не пропустить. Ну что ж, стоит она того или не стоит решать вам? Главное помните, что это в первую очередь очень крутое, интересное хобби, и уже во вторую очередь способ сэкономить. Еще не забывайте, что это забег на очень длинную дистанцию, поэтому лучше сначала потренироваться на каких-нибудь маленьких проектах, на чем-нибудь попроще, набить руку, и уже потом браться за такие масштабные проекты. Я, если честно, сам до сих пор не верю, что у меня вот это все получилось, и я не сдался при этом. Очень большое спасибо вам, зрителям, за поддержку. Поэтому удачи вам всем, пока!